Здравствуйте дорогие подписчики! Сегодня 10 апреля вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Что происходит с ценами на пшеницу, почему дорожает кукуруза и как правительство России изменило пошлину на масло? Об этом поговорим сегодня в выпуске. Экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% за неделю снизилась на 14 долларов, до 238 долларов за тонну, сообщил аналитический центр Росагротранса. Как объяснил глава центра Игорь Повенский, рынок в настоящее время неактивен и спроса на российскую пшеницу практически нет. Если в первой половине года ежемесячно за рубеж уезжало по 4-4,5 млн тонн зерна, то сейчас экспорт сократился до 2,5 млн тонн. В апреле он уменьшится еще больше, до 1,7 млн тонн, прогнозирует Росагротранс. Из-за слабого спроса падают закупочные цены в портах. Союз экспортеров зерна отметил, что на малой воде пшеница в первые дни апреля подешевела без малого на 5%. Средневзвешенная закупочная цена на пшеницу с протеином 12,5% составила 12 800 рублей за тонну. Это на 15% дешевле, чем в начале года. В глубоководных портах, по словам Игоря Повенского, пшеница стоит около 14,5 тысяч рублей без НДС. Как вы видите, цена на пшеницу в глубоководных портах стала снижаться после введения пошлины. Сколько выручат аграрии за зерно в следующем сезоне? Игорь Повенский говорит, что пшеница нового урожая подешевела до 227-228 долларов за тонну. Интересно, что на этой неделе состоялся очередной тендер египетской компании ГАСК, которая закупила 345 тысяч тонн пшеницы. Отгрузка должна состояться с 1 по 10 августа. То есть речь идет как раз о пшенице нового урожая. 5 из 6 контрактов выиграли российские экспортеры. Поставлять пшеницу в Египет они будут по цене 233-234 доллара за тонну на условиях ФОП. В следующем сезоне главной забавой экспортеров будет игра. Угадай размер таможенной пошлины на зерно. В эту игру можно включиться уже сейчас. С 1 апреля Московская товарная биржа начала тренироваться в расчете пошлины по индикативным ценам на зерно. И вот первые результаты. 2 апреля индикативная цена на пшеницу составила 282 доллара за тонну. При такой цене ставка таможенной пошлины могла бы быть в размере 57 долларов за тонну. Цена на ячмень держалась на уровне 239 долларов, что означает пошлину в 37,7 доллара за тонну. Кукуруза ко 2 апреля торговалась по цене 242 доллара за тонну. То есть, соответственно, пошлина могла бы быть на уровне 40,3 доллара за тонну. На фоне действия таможенных пошлин и слабого спроса экспорт российской пшеницы упал, а вот вывоз кукурузы напротив набрал обороты, сообщает агентство рефинитив Агрикалча. Кукуруза стала самой востребованной зерновой культурой в портах. Цена на нее выросла до 16 тысяч рублей за тонну без НДС, а по объему экспорта кукуруза сравнялась с пшеницей. Месячный экспорт в марте превысил 800 тысяч тонн. Это рекорд за последние пять лет, сообщает информационно-алитический терминал Эйкон. Среди причин роста цен участники отметили активный спрос экспортеров и неопределенность перспектив нового урожая кукуруза. На этой неделе правительство России официально одобрило новые пошлины на масличные. Напомним, что с 1 июля подсолнечник будет облагаться пошлиной в размере 50%, но не менее 320 долларов за тонну. На РАПС до 31 августа следующего года будет действовать пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро. В принципе такая пошлина действует на масличные и сейчас. А вот с пошлиной на подсолнечное масло произойдут изменения. Теперь демпфер будет рассчитываться по следующей формуле. Сначала возьмут индикативную цену, то есть цену экспортера, затем из нее вычтут корректирующий коэффициент в размере 50 долларов за тонну и оставшуюся сумму умножат на 70%. Таков будет размер пошлины. Плавающая пошлина на масло начнет действовать с 1 сентября. Чтобы масло аттракционным заводам было не очень обидно, правительство предусмотрело для них субсидию. Поскольку на экспорт масло придется вывозить с учетом таможенной пошлины, а на внутреннем рынке продавать по фиксированным ценам, правительство заплатит субсидию. На 1 литр масла субсидия составит 10 рублей. Такая же субсидия предусмотрена и для сахарных заводов. То есть субсидия, конечно, будет меньше 5 рублей за килограмм сахара, но будет выплачиваться она по тому же самому принципу. Всего на субсидирование этих направлений бюджет выделит из резервного фонда 9 миллиардов рублей. По подсчетам правительства этих средств хватит, чтобы по фиксированным ценам продать не менее 600 тысяч литров масла и не менее 600 тысяч тонн сахара. Крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк и Россельхозбанк, перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых, сообщило издание коммерсант. Банки просто исчерпали выделенные на программу лимиты. Россельхозбанк, например, объяснил своим клиентам, что выделенные из федерального бюджета средства уже исчерпаны и прием заявок по данной программе приостановлен. Сельская ипотека была запущена в прошлом году и спрос на нее постоянно рос. В 2020 году на программу было выделено 1,5 миллиарда рублей. В будущем объем финансирования увеличится. В 2021 году запланировано 4 с лишним миллиарда рублей, в 2022 году уже 8 миллиардов, в 2023 году 11,8 миллиарда рублей. В конце марта замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев говорил, что министерство планирует изменить механизм сельской ипотеки, чтобы предотвратить быстрое исчерпание лимитов. Правда, как именно будет работать программа по новым правилам, он не пояснял. Пока же клиенты и банков ждут, что правительство направит на финансирование программы дополнительные средства. На этой неделе Росреестр сообщил, что разработал законопроект, который должен устранить ошибки начала 90-х годов, связанные с землей. Например, до сих пор остается нерешенным вопрос оформления земельных участков, которые были выделены людям, либо фермерам, либо сельским жителям, на праве бессрочного и постоянного пользования. Такие участки можно использовать, но нельзя передавать по наследству, например, своим детям и внукам. Если Госдума одобрит законопроект, то земельные участки будут считаться предоставленными указанному гражданину на праве собственности. Кроме того, закон также позволит легализовать жилье, построенное еще в советский период. Даже при отсутствии необходимых документов, как на жилые дома, так и на земельные участки под ними, человек сможет оформить эту недвижимость в собственности. Для этого Росреестр предлагает бесплатно и в упрощенном порядке оформлять документы, подавать в органы местного самоуправления заявление на регистрацию недвижимости, а также любой документ, подтверждающий факт владения. Это может быть документ о выделении земли начала 90-х годов, или может быть квитанция об уплате коммунальных услуг, а также о проведении гостехучета или технической инвентаризации. По вашим просьбам заканчиваем выпуск хорошей новостью. Из-за вспышек птичьего гриппа в Европе еще в конце прошлого года Россия стала запрещать импорт инкубационного яйца, а также суточных цыплят из некоторых стран, где эти суточные цыплята яйца производятся. Из-за этих проблем в январе-феврале выпуск мяса птицы был сокращен на 6,2%, но само мясо, конечно, взлетело в цене. На этой неделе Россельхознадзор разрешил поставки сразу из нескольких государств, которые ранее были запрещены. В белый лист вошли 28 предприятий Великобритании, 10 предприятий Чехии и 21 предприятие Бельгии. Возобновление поставок инкубационного яйца и суточных цыплят должно положительно сказаться на птицеводстве, которое в эти месяцы довольно сильно штормило. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и ставьте лайки, это помогает продвигать наши выпуски. Спасибо!